Казалось бы, только вчера в город над Бугом прилетел известный актер, кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Игорь Угольников. А уже сегодня он успел провести настолько искренний и откровенный диалог с брестской молодежью, что время пролетело очень быстро. А диалог с таким талантливым человеком хотелось продолжать еще не один час. Город над Бугом Игорю Станиславовичу как родной, ведь именно здесь 15 лет назад он работал над фильмом «Брестская крепость», был продюсером этой киноленты. Понятно, что мемориал Брестской крепости весь изучен, останки подняты, но когда на берегу, там где мы строили мост, мы откопали останки наших солдат, неразорванную гранату, даже остров штурмовой лодки немецкой, я понял, что еще здесь много чего можно еще откапывать и откапывать. Но самое главное, вот видите, было ощущение, что вот они за спиной стоят. У нас было полное ощущение, там разверешься, они здесь стоят и смотрят на нас. У нас было ощущение, что под ногами звенит земля. Вот тут не соврешь. И именно поэтому, наверное, эта картина получилась такой проникновенной. Во время творческой встречи юноши и девушки с удовольствием слушали воспоминания Игоря Угольникова о съемках фильма «Брестская крепость», его работе над другими картинами, а также вместе порассуждали о самых важных событиях, которые происходят сегодня в мире. Фильм тогда создавался прежде всего для вас. Нам надо было рассказать именно вам о подвиге ваших предков, о том, что происходило здесь и вообще в стране, в которой вы родились, и потомками этих людей, уникальных людей вы являетесь. Я вижу, сколько делается и сколько, вижу, что уже по плану будет делаться, а самое главное, вижу отношение главы государства не только к этой великой теме, но и к вам, молодым, нашим детям и родам. Как отметил Игорь Угольников, общение с брестской молодежью, снимать военное кино необходимо. Особенно об истории Отечества. Только нужно это делать не с холодным сердцем, достоверно относиться к прошлому и помнить об этом. Давать уверенность в том, что общие ценности будут и дальше передаваться из поколения в поколение, ведь народ, забывший свое прошлое, утрачивает свое будущее. Прежде чем создавать кино, мы сначала все очень серьезно изучали. Понятно, что не все можно и возможно сделать достоверно, и телеспорские ворота нельзя было снимать, потому что это мемориальный комплекс. Мы построили декорацию телеспорских ворот в другом месте. Но вот здесь, как раз на этой площади, где вы будете учиться соревноваться, мы поставили декорацию клуба, который на самом деле был, естественно, не здесь, а в центральной части. Построили казармы, и тут взрывали, и проводили съемки. Понимаю, как важно сейчас именно говорить с вами, говорить вам правду, быть достоверными для того, чтобы ваш разум, ваше сердце было наполнено настоящей информацией и настоящими чувствами по отношению к своей жизни. Там было понятно, кто враг. Там было понятно, что происходит. И осталась только сила духа великого советского народа. Я почему говорил, что советский народ, для вас это пустой звук, а для нас это очень важно. По завершению встречи каждый из юношей и девушек задал вопрос Игорю Станиславовичу. Ребята услышали откровенные ответы, заставившие задуматься о многих вещах. Да и сам разговор с молодыми людьми про фильмы о войне, современном кинематографе, его будущем, о том, как жить в сегодняшних реалиях, о судьбе России, ее истории и современности, получился по-настоящему захватывающим, искренним и живым. И самое главное, откровенным. Говорят, что творческие личности довольно самокритичны к себе лично. А вот вы удовлетворены той работой, которая была проделана лично вами на фильме «Брестской группы». Я никогда не доволен тем, что сделал. Потому что в фантазии своем и в придумке всегда есть нечто большее, чего удалось сделать. И в процессе работы, и в результате. Но что касается «Брестской крепости», пожалуй, максимально задуманному, там, слава богу, пришлось и нам удалось это сделать. И если вообще человек будет доволен своей работой, считайте, что больше он уже никогда ничего не сделает. Ну, доволен, доволен, что еще будет дальше? Но в этом смысле там никогда идеала не получается. Что касается удовлетворения вообще от работы, да, когда я вижу там, как люди с жителей в заводах ходят, да, два-два к нам. Анастасия Милишкиевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова